доброе утро дорогие мои продолжаем катать евротрак симулятор 2 версия 146 с вами олег драйвер давай в дорогу что у нас сегодня происходит и где я нахожусь нахожусь я в питере на том самом месте где закончил свой предыдущий рейс здесь я встал на заправке на ночевку следующий день вчера очень хороший снежок вальнул такое что сейчас мне предстоит проверить значит хочу еще заодно перекрасить камаз в красный цвет и заодно проверить водителя которого я взял на тот красный камаз к у которого 360 лошадиных сил это 5410 здесь 210 лошадиных сил стандартный базовый двигатель и 10 копка передач так еще я хочу проверить так сейчас меня 60 fps 5960 вот на эту дорожку выезжая вот когда в ту сторону камаз идет хотя тут нельзя сюда ехать только вот справа налево сюда можно до fps меня очень сильно падал кое-какие настройки я провел один товарищ мне в комментах писала что это возможно из-за некачественной сборки карты то есть некачественная сборка может быть еще там что-то кто-то говорит это русмап вот после моего предыдущего видео много комментариев было спасибо друзья сразу говорю что реагируете что есть от вас обратная связь честное слово это очень приятно значит что я сделал так я отключил зиму включил лето ну лето смысле само собой включилась доказать зиму отключаешь да все вообще никаких проблем не стало все fps 60 ровненько все она пилит и пилит значит каким-то образом мод зима влияет на fps влияет на прогрузку то есть она этот мод более нагружает игру более нагружает комп так поколдовал чуть-чуть с настройками маленечко их умягчил так сказать и вроде бы все получилось ну посмотрим посмотрим сейчас специально ничего искать не буду посмотрим как пойдет вот эта серия так про камаз я уже сказал заправляться нам не надо утречка утро начинается начинается пыжик солнце улыбается улыбается так давай о кабинку ключ на 100 приятной поездки так вроде бы никто не пись нет один товарищ написал что какие-то проблемы со звуком слушай были я посмотрел видео на ю тубе слушай все нормально было и никто больше не писал что какие-то проблемы есть со звуком слушайте вроде нормально все слышно вот и в наушниках не напрягает как бы звук ничего и когда видео опубликовываю все нормально поехали работать сейчас а сейчас в сервис еще одного водителя я наверно пока машина красится я недельку пролистаю посмотрю как у меня оба водителя поработают значит один товарищ на что я хочу один товарищ который работает на мозаи чеки вот давай в ну журнал посмотрим ну поначалу маленько 7000 мне в минуса сработал потом сразу 42 плюсом 61 плюсом ну тут чуть-чуть маленький с минусил но в целом он работает хорошо все грех жаловаться проблем нету вот этого товарища он пока еще толком ничего не заработал это у него походу вообще первый рейс сейчас у него идет так это товарищ отдыхает она спит спит ладно пускай спит вот я недельку пролистну и с этим камазом что-то мне видит если этот товарищ сейчас меня подведет кстати похож на моего однокашника шурика 6 такого если этот товарищ меня подведет значит я камаз свой голубой продаю беру этот камаз отправляюсь в дорогу это товарища значит увольняю и мне нужны будет деньги на покупку другого камаза вот на покупку этого так ты где у меня дорог сердечный а вот 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 это 6460 именно хочу вот такой трехвостный вариант хочу такой камаз шестиколесный для суровой россии но зачем он здесь нужен мне не от шести колес в руку никакого не так полный периода зачем вот этого красавчика подниму любые дефолтные прицепы траллы хорошо подходит а для этого нужно свой прицеп и все вот и катайся с одним прицепом дурак так да под него надо пять миллионов но это еще со слабым самым самым слабым двигателем он тут стоит у меня то есть грубо говоря опять пять с половиной миллионов понадобится а у меня сейчас денег на даже трех нету так что еще придется поработать вот как то так друзья все отправляемся едем красить кабинку пока смотрим пока вроде все нормально наверное все таки благодаря настройкам фпс сейчас ниже 50 не опускается но есть 51 ну да я все таки не все таки а я уверен что уверен что этот мод зимний он очень сильно фпс садит я уверен в этом да нет все равно фпс подсаживается и это не есть приятно ладно я настройки больше пока трогать не буду особо критично как бы селедей не лагает ничего так пока терпимо куда левеет держитесь правее затем съезд справа съезд справа ну да все равно низковато как-то зима слушай влияет охренеть блять 35 38 не-не-не-не ребята держитесь людей сборка ни при чем это именно сам мод зима так меняет текстуры влияет на все что фпс садит потому что я был эксперимент провел и в 45 46 версии тоже я здесь катался был в питере так а прямо 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 так и потом направо понял держитесь правее затем поверните ничего подобного не было здесь вообще нормально всегда все было я все специально вчера вечером провел эксперимент подключил зимний мод я это я уже беспределю ты пока болтаешь так навстречку давай лайка яйцов на тебя не хватает а самый смелый что ж ты как юрка цезарь не можешь разговаривать одновременно смотреть телевизор разговаривать по телефону смотреть телевизор играть шахматы юли цезарь так и делал одновременно все это мог делать смотреть телевизор разговаривать по телефону играть шахматы уникальный человек был сука ну ну что ж я вообще настройки больше трогать не хочу потому что другие настройки очень сильно ухудшит графику я не хочу это делать здесь до хрена текстуру вот поменявшихся так давай сделаем посмотрим вот из питера выйду я уверен на сто процентов что все поменяется здесь очень большая локация огромный город так а вот автосервис я сейчас буду красить камаза приехали конец пути так смотрим как тут будут обстоять дела у нас с тем товарищем так хорошо так сейчас среда почти что 9 часов утра значит до среды и следующего недели пусть пойдет неделя пока мне кабину покрасит посмотрим что я сделаю если тот товарищ плохо сработает который я показал белобрысникова значит его уволю этот камаз продаю и поют на красном камазе работать дальше все вот как то так далеко не уходите снова сейчас встретимся так ну что ж друзья прошла неделя начало девятого утра тот же самый город питер разумеется тот же самый сервис так вот такой камазик свежая красочка на кабине просто красавчик да ничего больше делать не стал не мощности добавлять ничего этого достаточно я коплю денежку коплю денежку на того камаза так я грубо говоря надо еще как минимум 2 миллиона накопить я честно говоря в тайне надеялся что этот товарищ меня подведет что я продам камаз у меня будут деньги на новый камаз я потом снова тут другой камаз куплю по новее на этого посажу водителя и буду кататься на том хрена там лысого и этот зараза взял и за неделю с первого рейса поднял почти полтос потом еще 1300 и потом еще 12 не ну красавчик конечно я ничего не говорю однако штик меня не подвел ленда ленда типа ли а леонард шурик уехал за границу и взял имя леонард ленда тут м а он ше ладно ладно шурик ну работай пока чушь теперь делать ешки матрешки так ладно сейчас буду смотреть груз что поехали в дорогу так вот выбрал я рейс у меня стоит фильтр цена расстояния это то есть получается наиболее выгодные рейсы с ценой за километр жевательная резинка 21 тонна в лугу ну поехали расплатит как вчера спит и моё так сейчас до загрузки ну давай давай слушай успевай и платят 21 с полтиной хорошо поехали а у меня аж как раз прицеп у меня штраф как раз теперь красный у меня штраф как раз теперь красный и очень хорошо подойдет красный прицеп но прям все по фэн-шую а бачки да давай давай все поехали из питера потому что питер сука фризит и фпс поверните на право но не питер конечно сука приготовьтесь к повороту налево я уж так уж поверните на ел шток не говорю уж поверните на право так покинем питер и посмотрим как дальше тема пойдет вообще я тут зиму уберу уберу-беру здесь очень много текстур очень большая локация затем продолжайте движение м очень большой город много всего здесь есть я так понял что двигайтесь прямо а блять ах ты же отключил ай ты же твою мама дорогая я же отключил эти ограждения ничего тебя смутило надо было ехать про на фига ты еще правее загибаешь ужас какую 30 фпс бляха муха кошмар как блять что это происходит а но друзья потерпите чуть-чуть еще немного осталось выйдем из питера я посмотрю дальше что тут будет у меня никогда но я и зимой кстати по пяти рута и не ездил между а нет в рот ездил ноги там справили затем съезд справа там уж какие-то проблемы с игрой слышу справа поверните направо сейчас я ехал ехал 40 60 вот сейчас опять 30 в какую-то сторону поворачиваешь и все здравствуй фпс 35 ё-моё ну да все таки я так полагаю что железо уже не возит такие настройки которые я поставил но я не хочу ставить слабые настройки блин вот очень сильно портит картинку а очень сильно портит так ладно но болел по ходу нет выбора у меня так ладно подкарректируем сейчас настоят настройки посмотрим так сейчас 39 фпс так усреднил большинство настроек сейчас 55 57 фпс пока так ну да ладно пока зиму то доставим так и и надо на контрасте потом самому на видео посмотреть насколько будет разница держитесь правее затем поверните ну да существенно кстати там было 35 сейчас 55 фпс да все таки очень сильно конечно зависит какое железо я компец кого давно покупала сколько уж лет прошло играть и жалеют требования растут то что было нормальным скажем пять лет назад а у меня компа уже мне кажется уже есть пять лет до то есть есть сейчас уже не совсем не канает вообще уже никак не идет все ребята это уже вчерашний день начинается заканчивается вчера закончился давно уже вчерашний день так что друзья мои такая а у меня куда щас а прямо что а вот прямо в этот двор вот который туда есть идет тогда есть его раскудрить хорошо так ну я думаю критичный какой-то особой разницы быть пока нету до открывая мы прибыли конец пути так выбираем груз а вот тут наши красные прицепы там стоят сейчас я сейчас возьмем так вот едем в лугу это как раз я до обеда я спокойненько значит управляюсь ну посмотрим буду ли я брать еще дальше груз какой-то так 152 тысячи это а у меня не 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 мы туда с нашими скромными двигателями с нашим евро 0 нам европа будет заказан поэтому я в основном буду катать вот по россии по казахстану зачем эту сборку ставил если мне кататься по евро по европе есть богатый профиль чем я там делать а здесь я буду катать в основном вот россиюшку казахстан юж юшку сибирь волга map все погнали хорошей работы так так один момент едем 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 место полно нормально сейчас запаркуемся мира ток так один момент так и надо сейчас аккуратненько подъедем надо будет еще опускаем подвеску вниз все готово приятной поездки так поднимаем в рабочее положение сразу и пошли цепляться сейчас все проверим так пошли сюда на как раз зацепился стоит что-то ждет может разгружается наоборот а это стекло что чуть сделает на так сейчас все кабели зацеплены нормалек так так рожки светится сигнала поворота баргают габаритки работают все так как у нас с верхней и задней загрузкой сейчас посмотрим навигацию навигацию смотрите смотрите надо ехать как бы недалеко спокойненько я успеваю прокатиться до обеда здесь буквально вот из пятера вышел по развязке чуть-чуть сюда и все мы на месте так луга 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 потом назад вернусь сюда на стоянку наверно если я дальше не поеду сегодня но хотелось бы конечно какую-то еще груз взять сейчас все груза буду брать вот на юг на юг буду брать тут маленько прокатился до бурманска на юг вот росмап юшка казахстан волга мап сибирь достаточно протяженная карта в первую очередь я сейчас поеду как в сторону юга буду продвигаться пока будем кататься так в европу как бы незачем особо пока катиться европу я и так покатаю на богатом профиле все все хорошо красная марки за десятый час так с богом так еще раз по грузу так жевательную резинку он любит пожевать 21 тонна с половиной офигеть вот это вес так сегодня среда а нас уже тут сегодня ого ну в принципе до 6 вечера нормально я с запасом успеваю ехать то тут конечно да так себе ни о чем и ну так и 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 подris hoo и ты готова а фпс отлично 60 ну куда ж ты лезешь меня притопил бы обошел господи вот прям упереться надо меняйте немножко с натягом конечно 20 тонн идет 20 21 с половиной ведь 21 600 полторы тонны куда дел 1600 когда ничего справимся к мазик справиться 210 челнинских лошадей честно работают честненько честненько очень ближе на юг тем солнечный день будет побольше это в мурманску подъезжаешь так там еле-еле солнышко вышло и день закончился непонятно какая широта держитесь левее немножко нереалистично вот эти магистральные дороги вот делали бы на посадку пошел этот мод зимний менял бы так чтобы они были относительно чистыми то есть свет у них может поменяться как-то более темный скажем чем летом или как то есть грязи немножко под мороженое добавляется да такой не чистого цвета асфальт вот это было бы нормой люди увидели на магистралях пошел такая дорога была тем более серьезных дорогах держитесь правее затем съезд справа съезд справа съезд справа держитесь левее так и это что значит мне что дороги нет так понятно походу рейс задерживается так что меня теперь ждет так прямо нам дороги нету а а я как объезжать теперь буду там не сюда ехать да твою мать да блин ну прямо не проехать там не только так 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 сюда сюда мне нет смысла объезжать это очень далеко придется объезжать сюда через кингисепп почти ё-моё а вот теперь и успей попробуй васенька так значит еще раз прямо мне дороги нет надо поворачивать направо а все больше сюда не проехать никак вообще твою мать все я попал будьте внимательнее на дороге вот зараза но кто же знал что такая хрень а тут держитесь правее затем 250 км все все братки дай бог успеть меня дай бог успеть к сроку ну так то хотелось бы еще конечно на обед стать а все таки все таки не железный как он правее затем съезд справа не железный мне съезд справа и кушать хочется иногда так ладно давай спитера выйдем а потом уже будем посмотреть что нам делать где вставать на сколько вставать ну так то там почти до 6 часов вечера я должен доехать да ну блин ну что ж брат ничего не поделаешь у тебя не вертолет ты на самолете вертолете такая же фигня держитесь правее затем съезд такая же фигня бывает раз и все и никуда лететь никуда лететь нельзя и хоть ты застрелись будешь сидеть и ждать так что везде свои нюансы это пешком только можно почти что везде идти двадцать одна шестьсот придет ваще ну набережной челны ваша машина держитесь людей ну давай давай ты сука миллиметражиста вот слева место есть нет ведь есть такие вот уроды на в реальной жизни дороге вот он не наступит да вот типа на его стороне правда да на его я должен пропустить этого дебила вплоть до остановки моей а ему трудно перестроиться нет он принципиально а пошел ты это моя дорога я раз такого гандона встретил когда еще магазины виват работали виват норман когда еще эта система была да эта сеть магазинов с работы тяжко было в то время устроился я охранником в торговый зал держитесь людей магазин виват ну и так получилось что как бы сначала вроде как бы в охрану хотел устроиться через знакомую вель через тетку она знала начальника вне ведомственной охраны вот договорились о встрече вроде как ну там зарплата хорошая была но там что-то видать не сошлись мы во мнении их он говорит ну давай ладно тогда давай в охрану в торговый зал пойдешь зарплата такая такая устраивает ну а мне что делать куда мне деваться то надо все равно что работать сидеть просто так не будешь это мне не подходит это мне не подходит тем более что разные варианты смотрел ну ладно ну давай пойду в принципе зарплата по тем временам ну я не помню сейчас сколько но нормальная была действительно хорошая зарплата ну вот мы поехали начальник этой охраны там знакомые тетки оказался такой сука вот именно вот по характеру держитесь правее затем съезд справа такой гад вот я не удивлюсь что он если вот даже он раньше ментом работал съезд справа ну едем в каком-то месте мы ближе к Октябрьской площади подъезжаем а там справа там был через трамвайные пути заезд а мы ехали на Соболе ну служебный Соболь а он спереди сидел водитель разумеется а этот начальник сидел ну спереди справа да я сзади сидел справа вот там машина подъезжает к перекрестку народу полно ну целая очередь идет а тот уже стоит на трамвальных путях и только водитель начал притормаживать надо такой да пошел он нахуй не пропускай его ну а чего дело начальника не будет слушать что-ли ну все притопил и не стал его пропускать а за нами еще там целая очередина машин херово туча ехала вот те пожалуйста вот такие мелочные твари маленькая власть свою почувствовали чуть-чуть да вот такую вот да хотя на дороге какая власть вроде как бы все равны не мигалок ничего у них нету нет все равно сука свои пять копеек вот надо вставить человеку вот надо выехать он же не наглеет жучка там была темная такая классика дай ему выехать тебе что с этого нет сука ни в какую ни в какую не дал так двигайтесь прямо так давай-ка мы посмотрим где мы с тобой друг мой на обед сейчас станем что я все равно я кушать хочу а вот заправочка надо только посмотреть нормально она или микро какая-то тут еще есть заправка так нам тут вообще не по путям а тут вообще ни хера нету у меня в принципе собой есть плиточка есть то есть я могу и сейчас подъедем сюда посмотрим все равно встанем отдохнем и кстати наверно еще заправиться надо да нет топлива полно ладно посмотрим сейчас не будем заправляться но я думаю все таки встанем на воду встанем пообеду мне час в принципе ничего не даст должен я успеть во время на кольце первый съезд так мы на главной сейчас съедите так видео тормозить не буду двигайтесь прямо на паузы так просто нажму на время обеда ты все там по километражу не так много чтобы делать перекур чтобы писать вторую серию ну да это сегодня будет один рейс вот лишь как километраж то получился не все не все так получается вот как хочешь вроде и цена за километр хороша да но лишь как при хорошей цене пришлось дать крюк но но от этого никто не застрахован так вот заправка справа это и при дешевом рейсе можно встрять на пару-тройку объездов каких-нибудь где-нибудь так что это не закон какой-то там вероятно вероятности просто случайность случайности не случайно до тихо 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 дорого зла вы марши притомаживают аккуратненько так чуть чуть не езжа ново тили капец ты даешь вообще брат так здесь стоять нельзя сейчас мы сюда проедем такая наверно сюда зря поехал все бордюры собрал еще так там я просто не проеду 21 600 лучше тяжело конечно да на 210 лошадок это и этого мне это заехал бы потом бы горячился назад и тут тем более не пройдешь топлива не надо мне до вечера нормально хватит сейчас вытянемся и надо будет назад маленько пройти ну кто там сука мне подперся ну что да нет так ну-ка да малек нормалек что почти не задел или задел ну-ка 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 нет не задел миллиметраж так ладно так пока пауза и все так час где-то с полчаса мне хватит времечки так хочу у нас тут ну наверное что-нибудь да есть там посмотрим она все обедаем все отобедал я отобедал да там как бы ничего такого особого не было были полуфабрикаты которые просто обе колновки разогревают они видать сюда привозят ну ничего горяченькое поел нормально хорошо там что там гуляш был с пюрешечкой винегретик чайочек все хорошо ладно хватило тем более что я никуда-то там далеко особо еду ехать мне осталось 140 километров так так а что у нас посвящение слушаю ничем так все про не ближний свет все нормально ну сбором при готовьтесь к повороту направо поверните на право как усердок оттуда там налево что ли у меня поворотится скромненько отобедал недорого скромно двигайтесь прямо я так не притязательно особо приготовьтесь к повороту налево всегда готов поверните на ленте жить сливее все за питер пока выехал вообще никаких проблем нету ну как бы и качество картинки вот пока нормальная посмотрим посмотрим потом будет лето вернув все на высокие настройки и снова будем посмотреть моему компику то уже лет пять не меньше если не больше ну что ж поделать дороговато будет хороший коп если конечно сбу что каких-то деталей собирать вам дешевле обойдется но сколько он проработает и какова надежность все-таки новая это новая глушная деталь это был уж на сейчас ехал резко раз просадка фпс до 40 и снова 60 нормально бывает есть надежда что я засветло доеду больше ста километров не осталось до финиша вот это нарушение было на мигающий красный ах разогнался то а ведь и видел что впереди переезд нужно было сразу снижать скорость по правилам а мог бы и не успеть если бы ушла баба начали уже опускаться я должен уже встать на мигающий красный все уже звуковой сигнал мигающий красный все надо стоять угоба на суровке бывает такое что светофор не работает шлагбал не опускается и поезда вау 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 но извините сломалась сигнализация у ржд случаются огорчения случаются огорчения впрочем значит не судьба мне пока продавать этот камаз ладно будем зарабатывать деньги Вот до этого На второй На предыдущий красный КамАЗ 360 лошадей На котором здесь у меня 210 А на том 360 Двух водителей садил Тетку одну, потом мужика одного Оба, сука, в минус приехали В первый же рейс А этот мужик молодец В первый же день В первый же рейс Заработал такие хорошие деньги Посмотрим Посмотрим, как сейчас Как дальше дела будут Будет косячить, уволю Но пока работает в плюсе Пока денег-то у меня на новую машину нет Только на бэушную надо Подкопить Подкопить надо Новые КамАЗы Нынче очень дороги Я вам по-моему Как мод поставил на К5 У него цена, блин Что, по-моему По 10-11 миллионов что ли было Дорого очень Так это Так куда такая цена-то, блин Я могу ошибаться, но не меньше 8 Это точно Блин, да нахер Дорого лучше Дорого 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 Да я хочу Пока на бэушных покататься Мне смысл копить 10 лямов на такой КамАЗ Что у меня один будет А мне на него денег копить А он у меня один Вот пока сейчас у меня вот эти три машины Есть два КамАЗа и Мазай И нормально деньги зарабатываются Нормально зарабатываю Так, 44 километра Красота Ну и день к концу идет Ну ладно Ну, как У дальнобойщика день, конечно И до 12, и до часа может идти И гайцы уже на тахограф Уже внимания вообще не обращают Закрывают глаза Потому что не везде стоянку найдешь И всем надо работать Грузы надо возить Бизнес должен работать Приготовьтесь к повороту направо Поверните направо Посмотрим, как эти 210 лошадей Себя на южке в горах покажут Там по-любому надо нормально так покататься Но я на южную приеду Там уже снега такого не будет Там будет у меня европейская зима Я вот туда поставлю Ну, чтобы по смыслу как-то подходило Здесь вроде как уже Нынче у нас за окном февраль А на юге уже И подавно снега нет Сейчас там уже Там всю зиму плюсовая температура Краснодарский край Юг Сочи, Анапа, Крым Двигайтесь прямо Так, вот здесь-то у нас Крыма нету У нас не промоц О, вижу маркер Все, скоро будем на месте Немного осталось нам Так, подожди, а у нас срок-то мы во сколько должны? А во сколько приехать-то? А, ух ты, смотри 54 минуты Да Походу мы опоздаем Ну ладно, просто Держитесь правее Обидно только, что штраф вылупят Не по моей вине Я не просто где-то проспал Простоял Видишь, как оно бывает Видишь, как бывает На кольце первый съезд Так, у нас главная Пропускает Сейчас съедьте На, опаздывай, опаздывай я Я не успею Хотя вот-вот уже ведь Вот-вот уже Вот-вот уже Приготовьтесь к повороту налево Хотя есть шанс, что я вовремя наеду Это зараза Поверните налево Вы прибыли Так Ух ты Что твою дивизию Надо будет сейчас Развернуть С левой руки Что ли Парковаться Надо будет Справой То есть Да нафиг Давай Вот зараза Вот же что Твоя дивизия Так Так, ладно На улице скользко Мы и так Развернемся Нормуль Опа-па-па-па А-а Нифига Ты тут не развернешься Хорош прикалываться Давай на разворот Здесь Интересно у меня по зеркалам Получится, нет, зайти Перебор Тихо-тихо-тихо Вот Ориентировка Вот на тот Красный Прицепчик Тихо Не переборщи Брат Тихо-тихо Делать Я вот А, вон 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 Тихо-тихо-тихо Чуть-чуть дальше Так Аккуратно Есть шанс Что я могу Заехать Так Ее надо Сейчас Так Ах Чуть-чуть Вот Сильно Сместился Сильно-сильно Очень сместился Левее Зеркало Не такое Информативное Как в реальной жизни Конечно Но ничего Даже профессионалы Люди с многолетним опытом На казалось бы Очень легкую парковку С первого раза Не Заезжают Оп Опа Все Кто молодец Я молодец Так Забирайте свой прицеп Ну я успел 49 минут Превосходно Красавчик Даже с объездом Слушай Я и то успел Так Что у нас тут Где мы тут сейчас Ну Так Сюда Надо Так Назад Наверное На заправку На заправку Встанем Потому что Мне надо будет Заправиться Так Решено Выезжаем Направо И сюда Перед кольцом Налево Все Все Свою работу Мы выполнили Время Почти 5 А Вот Налево Сейчас надо будет Так Так Ой Следующий 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 Так Нам сюда Опа 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 Кажется Кто-то Неправильно Заехал Ну Что же Делать Против Шерсти Пошел Сейчас по кольцу И туда заедем Вот Сейчас сюда нам надо Теперь правильно Так А где нам Встать надо Так А так же Встанем Как и До этого Вот так Вот так же Сейчас Вот сюда Раз И завтра 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 Сутрица За работу Нормально Сегодня Отдохну Потосплюсь Достаточно Мусорные баки Закрывать не будем Все друзья Хорошо Время ровно 5 часов Как обычно Восьмичасовой Рабочий день Это работал Да Где-то С начала Девятого Начал Все Ровно В 5 Закончил Ну что ж Друзья Спасибо за просмотр Спасибо что были со мной Оставляйте комментарии Оценивайте это видео Подписывайтесь на канал Бейте в колокол Чтобы быть в курсе Выхода следующих новых Видео Переходите по ссылкам Под этим видео На мой плейлист ETS2 Реальная экономика И на мою страницу Вконтакте Вконтакте Полных скайнов По евротрак Поверьте И по суровой России Заходите Добавляйтесь Буду рад Пишите комментарии Всем спасибо Всем пока Увидимся До новых волнующих